У 7-летней Алины Однораленко из Суджанского района редчайшее генетическое заболевание – несовершенный остеогенез. Это повышенная ломкость костей. Таких детей называют хрустальными. Девочке нужна помощь, чтобы встать на ноги. Стоимость лечения 460 тысяч рублей не хватает до общей суммы 49 тысяч. Чтобы помочь Алине, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. В 9 месяцев Алине Однораленко делали массаж и сломали бедро. Произошло при мне, у нее получается такой звук хруст получился, очень сильный. Я спросила врача, что это, нам сказали, ну, скорее всего, это хрящик хрустный. Сделали рентген и нас отправили в Курск на хуторскую. Оказалось, не хрящик, а кость. Месяц девочка лежала на вытяжении. Врачи поставили диагноз – несовершенный остеогенез, ломкость костей. Заболевание неизлечимо. Знакомые семьи подсказали клинику в Москве, в которой лечат хрустальных детей. С 4-х лет Алина наблюдается в ней. Укрепляются кости, нам капали, получается, сколько мы, 8 курсов прокапались. У нас укрепились очень хорошо кости, мы не ломались 2 года. А так мы ломались очень часто, мы буквально 2 недели проходят, гипс снимают нам, мы опять ломаемся. После курса препаратов девочке стало лучше. Она пошла в школу, мама носила ее на руках. Сейчас кости 7-летней Алины снова ослабли, участились переломы рук, ног, плеч. Выяснилось, что у девочки редкий пятый тип заболевания, при котором на местах переломов кости разрастаются в псевдоопухоль, мешающую ходить. Из-за наростов у Алины сильно деформировались ножки, и она не может даже стоять. Конечно, я хотела, чтобы она самостоятельно начала ходить. Как все детки. Шанс встать на ноги у девочки есть. Ей нужен новый курс лечения. У Алины отмечается неплохая динамика, однако ходить мешают деформации голеней. Необходимо пройти еще несколько курсов помидроната, чтобы укрепить кости и подготовить девочку к предстоящей операции на голенях. Стоимость лечения – 460 тысяч рублей. В семье Однораленко, где работает один папа, таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайт русфон.ру соберут 203 тысячи рублей. Компания «Металл Инвест» внесет 138 тысяч. Еще 70 – «Парфюмс и косметикс». Не хватает 49 тысяч рублей. Для помощи Алине отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте Русфонда. Татьяна Савенкова, Юрий Рязанцев, Вести, Курск.